На этом семинаре мы имели возможность еще раз ознакомиться с основными принципами реагирования на чрезвычайные ситуации согласно международных медико-санитарных правил. Еще раз были дополнительно разглянуты основные принципы защиты и направления взаимодействия с учетом формирования концепции единого здоровья. Мы ознакомились с основными показателями, которые рассчитываются в условиях чрезвычайных ситуаций, а также направления реагирования на местном, региональном и национальном уровне. В этом семинаре приняли участь представители наших смежных ведомств, которые будут задействованы в устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Мы рассмотрели принципы формирования групп быстрого реагирования и специалистов, которые необходимо в них включать в зависимости от вида чрезвычайной ситуации. Я считаю, что все это, безусловно, будет способствовать нашему взаимодействию, если в нашей стране будут случаться чрезвычайные ситуации. На сегодняшний день в нашей стране происходит реформирование государственной санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы. Образуется новая служба, в которой будут слиты эти две перечисленные службы. И вот с учетом принципа единого здоровья мы будем вместе заниматься вопросами здоровья людей, животных и окружающей среды. И это для нас очень актуально. И с учетом того, что наша страна старается войти в европейское сообщество, мы также познакомились с основными принципами международного подхода к реагированию на чрезвычайные ситуации. Я в своей повседневной работе занимаюсь вопросами расследования вспышек инфекционных заболеваний, а также вопросами профилактики инфекционных заболеваний. Поэтому вопросы, которые поднимались на этом семинаре, для меня были очень актуальными. И также здесь рассматривались вопросы создания лагерей беженцев. На сегодняшний день лагерей беженцев в нашей стране нет, но вполне возможно, что с учетом мировых процессов и тенденций они могут у нас появиться. Поэтому было очень важно и полезно ознакомиться с принципами организации профилактики инфекционных болезней и вообще жизнедеятельности в этих лагерях. А также на этом семинаре мы могли еще раз встретиться с нашими смежными ведомствами и обсудить вопросы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации. Я считаю, что участники семинара, которые приезжали сюда из регионов, должны, вернувшись домой, ознакомить своих сотрудников и тех, кто может быть задействован в ликвидации чрезвычайных ситуаций с теми знаниями, которые мы получили, как бы расширить и провести веерные занятия. Ну а также нам бы хотелось еще продолжить на подобные темы участие в семинарах и, может быть, даже на международном уровне посмотреть конкретно и более близко ознакомиться с международными подходами реагирования на чрезвычайные ситуации.